У нас очень острая проблема. На Украине принято уже на официальном уровне решение, объявлен тендер на переработку радиоактивного металлолома Чернобыльской зоны. То есть? В Чернобыльской зоне находится порядка 1 миллиона тонн металла. Это и трактора, и бронетехника, которая участвовала в ликвидации. Там же все и осталось? Она зараженная. Все осталось. Ту технику, которую считали возможной очистить, ее увезли. И она стоит в Красноярске, но ее не смогли очистить. Та же, которая была в 5-6 раз более загрязнена, она осталась в Чернобыле. Это поля, это футбольные поля до горизонта, на которых стоит радиоактивная техника. Там не только металл самой станции первых четырех блоков, но также и металл пятого-шестого блока, которые находились практически в стадии полной готовности. Поскольку на Чернобыле работал Вессоюз, то догнали технику. Время ее работы было очень коротким, и она вся складировалась там. Сегодня этот металл прокорродировал. Активность его была очень высокая, и по существу активность сегодня внедрилась глубоко в этот металл. Количество этого металла оценивается в цифру порядка миллиона тонн. Миллион тонн? Да. Поскольку это металл самой станции, как я сказал, и кроме того, тот металл, который был завезен со стороны. Тот металл, который находится на территории города Припять. Ведь четвертый блок Чернобыльской станции – это всего лишь 500 метров от первых построек Припяти. И как раз в этом месте находился рынок Припяти, куда складировались поврежденные машины. Активность, вот всего из реактора было выброшено 50 миллионов кюри. А вот этот металл, суммарную активность имеет миллион кюри. Для понимания, 5 кюри на квадратный километр – это запрет хозяйственной деятельности. Сегодня Украина берет этот металл и вывозит, расплавляя на своих металлозаводах, разбавляя 1,20 с обычным металлом. И получает условно чистый металл, из которого делаются водопроводные трубы. И эти водопроводные трубы, в частности, швеллера, балки, рельсы – это все идет в Российскую Федерацию. Арматура и прочее. То есть мы из этих труб будем пить воду, трубы из чернобыльского металлолома. Да, да, да. Если один отдельно взятый дом у нас совершенно официально оснащен металлом, который произведен из металла из чернобыльской зоны, если реально произвести обмер и выявить все количество радиации, которая находится в этом металле, то в квадратном километре от такого дома жить будет нельзя. С точки зрения государственных норм в Российской Федерации. В России это тоже бизнес, такие трубы покупать? В России это бизнес. То есть тем надо избавиться, а здесь нашли, так сказать, кому можно углавить? Он идет с дисконтом. Такой металл идет дешевле. Но Федеральная таможенная служба не может ничего с этим сделать. То есть нужен регламент для того, чтобы перехватывать такой металл. А его нет. А для такого регламента, должен быть соответствующие нормы и правила санитарные, нужно не просто измерять общую радиоактивность металла. Сегодня на границе простейшим прибором меряют общую радиоактивность целого вагона. А то, что внутри этого металла находятся высокоактивные микрочастицы, этого не меряет никто. И если это, вот я еще раз объясню, водопроводная труба, это означает, что микрочастица с бешеной радиоактивностью вместе с водой с очень большой вероятностью попадает в организм человека, и это однозначно для человека означает смерть. Потому что чернобыльская радиоактивность – это микроскопическая, плутоневая, в первую очередь, пыль. И в какие же города поставляются эти трубы? А где у нас идет самое крупное строительство? Вот туда и везут. Ни для кого не секрет, что самое крупное. Что потом могут быть и новые элитные дома, и в Москве, где дорогая цена, и в Петербурге. Это без разницы. Можно даже… Где стройка? Везде, где есть стройка, везде есть этот металл. Более того, можно даже жить в старом доме, но вам в километре от вашего дома, когда будут менять трубы, вырежут новую украинскую радиоактивную трубу. Плохой смех. Это не просто рак, это ты прав. Это катастрофа. Миллион кюри окажется на территории Российской Федерации в течение 10 лет. Так что этого Зурабов, Янищенко, его опять-таки, все та же фамилия, его заместитель не знают, что ли? Нет, это не так. Зурабов не в состоянии одни решить этот вопрос. А кто в состоянии? Сегодня мяч находится в Минэкономразвитии. У Грефа? Господин Греф определяет порядок закупки всей украинской металлопродукции. И именно на переговорном процессе у господина Грефа решается, что, в каких количествах и с каких предприятий будет вестись. Так вот, если бы господин Греф однозначно выдвинул требования по запрету поставок в Россию металлопродукции, полученной с применением чернобыльского металлолома, то тогда необходимо было бы на этих предприятиях развернуть российские сертификационные органы. Вот если бы господин Греф выставил такое условие, то тогда бы металлопроизводители на Украине подумали, брать ли им дешевый лом чернобыльской зоны на переплавку, для того, чтобы выпускать трубы, швалера и арматуру для Российской Федерации.